Ссылки из 70 тысяч депортированных карачаевцев погибли более 43 тысяч человек, из которых 22 тысячи дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, ингуши и балкарцы. Право вернуться на родную землю репрессированные народы получили в 1957 году. И 3 мая первые семьи карачаевцев вернулись на свою историческую родину из мест депортаций, где они провели долгих 14 лет. И сегодня в Карачаевске у мемориального комплекса жертвам депортации карачаевского народа состоялось торжественное мероприятие с участием главы республики. Репортаж Аллы Динаевой. В этот светлый, но в то же время грустный праздник. В день возрождения карачаевского народа в Карачаевск отдать дань уважения приехали глава республики Рашид Тимрезов, члены правительства, парламента, представители общественных организаций. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев провел обряд дуапа безвинно пострадавшим в годы ссылки. А затем возложили цветы и венки к мемориальному комплексу жертвам депортации карачаевского народа. Кандидат филологических наук, доцент Султан Асхаков, ровесник того скотного для карачаевского народа 43-го года. Султан Исламович – автор книги «Память» и фундаментального научно-исторического произведения «Северный Кавказ. Этническая депортация. Ее последствия глазами очевидцев», за что в этом году награжден медалью «Исламбия Крым-Шамхалова». «По долю населения, сколько героев». Вот такой подсчет и сделали мы на первом месте. Далее, как же, того же знаменитого командира полка, этот человек собрал тысячи более людей и создал полк. И этот полк назвали «Касаевцы». Касаев это сделал. Как его семью можно было выслать? Так что здесь я оправдать не могу. И эти сегодняшние фотоснимки пополнят уже второй проект фотографа Рината Урусова, посвященного депортации карачаевского народа. Первый уже реализован, а для второго материал еще собирается. То, что пережили наши бабушки и дедушки, я надеюсь, что больше никто это не переживет, потому что это огромная страница, которая наполнена и горестями, и печалью огромной, и потерями. Люди покинули свой дом. Эта дата навсегда у нас в сердца, говорит Фатима Бачаева. И рассказывает, что он наслышанно про своего прадеда Султана Бачаева, который, как и тысячи и тысячи карачаевцев, выжил и прокормил свою большую семью благодаря своему трудолюбию. В степях Казахстана он высадил и вырастил хороший сад. И вот когда пришло время уезжать, казахи говорили, Султан, как ты оставишь эти прекрасные сады? На что мой прадед сказал, сады я дарю вам, мне не жалко, но горы мои мне милее, я хочу домой. Так что он все побросал там и уехал со своей семьей на родину. Сказал, один раз сделаю, второй раз на родине тоже смогу восстановить такие сады. И в этот памятный день у мемориального комплекса жертвам депортации карачаевского народа вспоминаешь строки, которые трогают до глубины души. У каждого народа на земле есть в памяти хранящиеся даты о счастье, мире, дружбе, о войне, дни скорби и победные парады. И мой непокорившийся народ, предроком злым главы не преклонив, вернулся под родимый небосвод, безвинно пострадав, но победив. Сила духа, любовь к родной земле помогли карачаевскому народу выдержать самые суровые испытания. И этот весенний солнечный день, 3 мая, олицетворяет символ торжества правды, свободы и справедливости. И сегодня весь многонациональный народ Карачаева-Черкесии одной дружной семьей отмечает день возрождения карачаевского народа. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаева-Черкесия, Карачевск.